Таджикистан увеличивает мощности гидроэлектростанции. Сразу на нескольких ГЭС на реке Вахш идет реконструкция. Как продвигаются работы на одной из них, увидела Зарина Абдун-Назарова. Эти цифры были написаны в год строительства этой гидроэлектростанции. 1960-е, конечно, их обновляют, подкрашивают, чтобы не забыть эту памятную дату. Ведь на тот момент это была третья ГЭС в республике, при этом самая мощная. Раньше Сарбанскую ГЭС называли головной в советские годы. Это был перспективный для горной страны проект, экологичный, вырабатывающий дешевую электроэнергию. В 90-е один из агрегатов вышел из строя. Отказалась система контроля и регулирования подъема воды. Мощности выработки сократились. Со временем специалисты заговорили об износе большей части электромеханического и гидромеханического оборудования ГЭС. Правительство Таджикистана подписало соглашение о полном восстановлении этого объекта. За 12 лет заменили 5 агрегатов. Автотрансформаторы, АТ-2 и АТ-фиксация и контроль работы генераторов происходят с помощью компьютеров. Пока внутри станции меняет шестой агрегат, на глубине 50 метров водолазы осматривают швы и стыковки. Снаружи специалисты проводят берегоукрепительные работы. После полной реконструкции и объявления мощности ГЭС будет доведена с 240 мегаватт до 270 мегаватт. Это свидетельствует о том, что производство электроэнергии в год увеличится. Новое оборудование тестируют опытные работники. Тимур Суяркулов на Сарабанской ГЭС трудится 20 лет и знает все особенности станции. Вся модернизация происходит, чтобы облегчить, соответственно, наш труд. Ну, конечно, оборудование для нас новое, микропроцессорное. Ну, изучаем, стараемся. В модернизации нуждаются полсотни подстанции, почти 2000 километров линий электропередачи. Реконструкция позволит Таджикистану обеспечить энергетическую независимость. Сейчас активно идут работы по их реконструкции и обновлению. К примеру, международный проект «Касса-1000» в Таджикистане уже выполнены почти на 80%. Это позволит республике в будущем обеспечить не только население, но и экспортировать излишки электроэнергии за рубеж. Согласно проекту, реконструкцию Сарабанской ГЭС должны были закончить еще полгода назад. Помешала пандемия. Теперь стратегический объект должны сдать в 2024. Зарина Абдуназарова, Парис Манонов, МИР24. Сарабанская ГЭС не только играет важную роль в каскаде гидроэлектростанции Хатлонской области, но и осуществляет ирригацию. Стоит отметить, что изначально это была ее основная функция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова